Добрый день! Мы продолжаем разбор муниципального этапа по географии. С вами Роганов Сергей Борисович. Я сейчас расскажу про задачу номер четыре аналитического этапа. Задача номер четыре была основана на анализе и синтезе информации. Необходимо было по координатам определить города Африки, затем их сопоставить с теми климатограммами, которые были даны в тексте задачи, и ответить на дополнительный вопрос, а также дать характеристику климата одного из городов. Какие трудности вызвало это задание у семиклассников? Мы видим, что на экране в тексте задания даны уже координаты городов. Некоторые не справились даже с этой первичной задачей и не смогли правильно определить по карте координаты четырех столиц африканских государств. Соответственно, понятное дело, что дальше у большинства из участников таких были очень серьезные проблемы с дальнейшим анализом климатограмм. Те же участники, которые правильно определили города, не совсем четко вчитались в задание и, может быть, не поняли о том, что необходимо было конкретно эти города сопоставить с климатограммами. И просто написали в правильный ответ под каждый климатограмм тот город, который они определили самым первым. На самом деле перед нами четыре климатограммы. И первая климатограмма — это город Лилонг, столица Малайи. Из чего следует, что это не Джамена, не Тунис, не Киттаун, те города, которые вы определили. Перед нами явно переходный какой-то тип климата, то есть у нас есть жаркий и сухой сезон. Сухой сезон зимой, температура ниже, как видно из климатограммы в сухом сезоне. Жаркий сезон более влажный, поэтому данная климатограмма относится к субэкваториальному типу климата. А поскольку у нас жаркий летний сезон с экваториальными воздушными массами в январе, то это значит, что мы имеем дело с климатограммой субэкваториального южного климатического пояса. В данном случае проверялось следующим образом. Необходимо было для получения одного балла написать и город, и государство по карте посмотреть, и четко написать климатический пояс. Комиссия в данном случае ставила 1 балл, даже в том варианте, если конкретный климатический пояс не назван, назван его только общий вариант, то есть субэкваториальное место субэкваториального южного. Конечно, правильный ответ предложен вам на экране, но все-таки комиссия в некоторых случаях делала послабление, и за цепочку Лилонге-Малави субэкваториальный климат ставила 1 балл. Далее по такой же схеме проверяются другие климатограммы. Вторая это Кейптаун, одна из столиц Южной Африки. Здесь тоже видно, что у нас более жаркий теплый сезон в январе, это южное полушарие. Однако жаркий сезон как раз сухой, а холодный, относительно прохладный сезон, он влажный. Подобный вариант характерен для субтропического типа климата, для субтропического средиземноморского типа климата. Но в данном случае вам требовалось назвать только климатический пояс субтропический южный или субтропический южного полушария. Значит, Кейптаун, Южно-Африканская Республика, субтропический южный. Далее перед нами обратная Лилонгвис ситуация. У нас лето в июле, более холодные температуры, чуть больше 20 градусов устанавливаются в январе-декабре. Территория лежит в пределах северного полушария, и сухой сезон наступает как раз в зимнее время, а в летнее время влажный сезон. Это субэкториальный климат, субэкториальный северный пояс климатический, государство Чад и город этот Джамена, столица государства Чад. Ну и последняя, обратная, опять же, Кейптауна ситуация. Территория в северном субтропическом климатическом поясе, в северном полушарии. Это столица государства Тунис, город одноименный Тунис. Зимой влажно и прохладно, летом сухо и жарко. Что хочется сказать вам, семиклассники? Вероятнее всего, многие не смогли правильно определить город, потому что координаты брали по карте мира. Необходимо было локализовать вот эти координаты в рамках восточного полушария и при экваториальной области, смекнуть, что все города лежат в Африке и открыть карту политической Африки, карту климатической Африки и по ней как раз работать. По одной, по другой, а не по карте мира. Поэтому у многих были неправильные ответы Алжир вместо Туниса или Харара или Лусака вместо Лилонгли. Все это зависит от того, какой вы картой пользуетесь. Карты более крупного масштаба, карты материков, они позволяют с стопроцентной точностью определить именно эти четыре города. Но если вы неправильно определили города, да, если вы перепутали какие-то как бы климатограммы друг с другом, вы за этот блок получаете меньше баллов, а далее все, безусловно, проверяется. Далее требовалось такое стандартное задание в рамках Олимпиады прочитать текст и ответить на как бы вопросы. В данном случае нужно было вставить пропуски, пропуски в тексте. Всего было, видите, восемь пропусков, однако здесь существует при проверке определенный нюанс. Значит, проверяются все восемь позиций, однако первые три позиции, Кейптаун, Южноафриканская республика и Субтропический, Южный климатический пояс, они как бы вводные для этого блока, они не оцениваются баллами, просто комиссия смотрела, действительно ли этот город определен, потому что перед вами характеристика климата города Кейптаун. И если у вас написан какой-то другой город, который расположен в пределах другого климатического пояса и который не является столицей государства, ну как бы за этот блок вы тоже получали ноль. В данном случае дальше нужно было вставить пропуски в тексте. Кейптаун находится в области средиземноморского типа климата. По климатограмме можно было понять температуру как бы января, самого теплого месяца, а также посмотреть, сколько осадков выпадает в зимнее время, что большая часть осадков выпадает в июне-июле, но больше всего именно в июне, около 90 миллиметров. Конечно, вы могли написать не обязательно 92 миллиметра, можно было написать чуть больше, чуть меньше, но в данном случае в пределах нескольких миллиметров, потому что по конкретной вот этой климатограмме можно было все определить. Ну и, как известно, субтропический тип климата, он характеризуется как раз чередованием тропических жарких и сухих воздушных масс и умеренных, влажных и прохладных. Поэтому варианты вот этот тропический и умеренный, они тоже лежали на поверхности. Блок этот проверяется независимо, то есть за каждый правильный вот этот термин или значение, которое вы, значит, как бы нашли, вот июнь, умеренные воздушные массы, тропические воздушные массы, 27 градусов Цельсия, плюс-минус один градус, то есть засчитывалось ответы и 20 градусов, и 22 градуса, потому что по климатограмме это можно найти, ну и средиземноморский тип климата. Максимально за этот блок 5 баллов. Далее самое сложное предлагалось объяснить, почему все эти 4 климатограммы такие, как бы особенные, что их объединяет. То есть необходимо было найти сходство, найти сходство и написать объяснение этому сходству. Значит, какие ответы принимались? Значит, ключевым элементом этого задания было то, что все 4 климатограммы находятся в пределах действительно переходных климатических поясов, субтропического и субэкваториального. Об этом нужно было написать. За это ставился 1 балл. Либо вы писали что-то похожее на то, что изложено вот здесь вот на экране. Своими словами объясняли, что такое переходные пояса. То, что в любом переходном поясе в Африке существует чередование сухого и влажного сезона. В данном случае это одна из ключевых особенностей этих 4 климатограмм. Объяснение лежит в чередовании воздушных масс. То есть дополнительный балл вы получали за то, что объясняли как бы вот эту базовую как бы для Африки и для всему мира тенденцию, что влажные жаркие воздушные массы экваториальные приходят там джамену летом, а зимой приходят тропические тоже жаркие, но сухие. К сожалению, многие не справились с этим заданием. Многие не уловили того, что речь идет именно об Африке. И при проверке, к сожалению, многие эксперты отмечали, что на этот вопрос было дано очень много неверных ответов или просто ответ отсутствует. С последним элементом задания 4 многие справились, но тут необходимо правильно вам читать задание. Тут написана следующая фраза. Смотрите. Составьте похожую краткую климатическую характеристику для одного из оставшихся городов. Он расположен в пределах другого климатического пояса. Сочетание вот это оставшихся городов подразумевает, что надо было составить климатическую характеристику либо для Наджамены, либо для Лилонгвия, либо для Туниса. Но Тунис тоже находится в пределах субтропического пояса, как и Кейптаун, поэтому правильными ответами были климатические характеристики двух городов Наджамены и Лилонгвия. То есть один город в северном субэкваториальном климате находится, в климатическом поясе Лилонгвия находится в южном субэкваториальном климатическом поясе. Все остальные, все другие города, все другие характеристики, они не учитывались. То есть, если вы описывали Минск, Москву, Рикьявик, Камберру и любой другой город мира, это, к сожалению, ноль баллов, потому что в ответе прямо написано, что необходимо составить климатическую характеристику одного из оставшихся трех городов. Вот перед вами наиболее полная характеристика Наджамены, составленная по образу и подобию той, которая была составлена Кейптаун. Вы должны были ориентироваться, именно на описание климата Кейптауна и похожим образом написать про Наджамена. Безусловно, комиссия максимальными баллами оценивала и те работы, где не все вот эти ключевые позиции написаны. Что необходимо было сделать, чтобы получить три или четыре балла, то есть максимальное количество баллов. Необходимо было наиболее полно рассказать про климат этого города и в характеристике не должно было быть ключевых ошибок. Сейчас я на примере покажу вам, чего нужно было избегать. Во-первых, такие ошибки как неправильное определение типа климата. Многие путали северное и южное полушарие, то есть все-таки лето в южном полушарии в июле, не в июле, а в январе. Поэтому если вот вы описывали столицу Малави, то тогда необходимо было на это делать скидку и писать, что жаркий и сухой сезон тропически приходит в Ле-Лонгве зимой, а зима это там наши летние месяцы, то есть июнь, июнь, июль, август. Ну и необходимо было конечно с опорой на ту диаграмму, которая была предложена, посчитать конечно и средние температуры там самого теплого месяца и может быть максимальное там минимальное количество осадков. Некоторые кстати писали не только максимальное количество осадков, но некоторые писали минимальное, это тоже все учитывалось, то есть как можно более полная характеристика без ошибок грубых. Каждая грубая ошибка, она конечно снижала баллы, вот и у некоторых очень хорошая характеристика с достаточно большим количеством ошибок. Ну тогда вы получали 2 или 3 балла, то есть не максимальное, а чуть меньшее количество баллов. Но в любом случае могу сказать, что при наличии характеристики города, именно вот тех двух, которые здесь присутствуют, комиссия старалась учитывать все нюансы и смотреть вот на эти ключевые позиции, которые здесь изложены у меня на экране. Ознакомьтесь пожалуйста внимательно, что нужно было написать. Посмотрите на свою как бы работу и проанализируйте, что у вас получилось, что не получилось. Безусловно, если вы сделали эту характеристику, если вы сделали характеристику джамены или лилорги. Это было задание 4 седьмого класса. Спасибо за внимание, желаю дальнейших успехов. Продолжение следует... Продолжение следует...